Сейчас будем хулиганить. Я действительно недавно понаехал. Просто первое стихотворение, с которым я хочу начать, у него есть небольшая предыстория. Когда в Узбекистане Ташкенте в посольстве я оформил документы для выезда, мне сказали, а жена у меня является гражданкой Российской Федерации. Мне сказали, что для того, чтобы получить гражданство по жене, нужно доказать неэффективность брака. Да, я вот, как бы, поэтому стихотворение называется «Российское гражданство». Оно хулиганское. Ну, нормально. Билет. Воздушное пространство. Улыбки милых стюардесс. Багаж. Подача на гражданство. Майор Российской ФМС. Стремление к даче пошлой взятки. Ответ. Цитаты из рука. Давно женаты. Три десятка. Ребенок. Есть. Один пока. Процесс супружеских соитий продемонстрируете тут. Чем негативность подтвердите? А то гражданство не дадут. Вы здесь нужны, как летом санки, как в слове «попа» мягкий знак. Иметь российскую гражданку мы не позволим просто так. Забыты ложные припоны. В руинах ханжества стена. Ее оргазменные стоны. Моя кровавая спина. Волшебный ключ к заветной двери почти в кармане был уже. Но Станиславская. Не верю. Сожгло мечту на ПМЖ. Не может муж вот так вот притко. Что касается жены. Короче, вам еще попытка. Потом воните из страны. Угасла ниточка накала. Представ в обличии ином, я стал пассивнее, чем коала. Жена прикинула с бревном. Куда-то что-то извергая, телесно будучи ногой, спросил. Нормально, дорогая? Ну, как обычно, дорогой. Вот так вот мнишь себя букашкой, а глотка сидится кричать. Майор привстал, надел фуражку, достал в угловую печать. Боец законности и права вонзил ее промеж страниц. Какая странная забава пересечения границ. У меня все хулиганские. Следующее называется «Спасибо, что живой». Я сижу до противного, жалкий, загипсован. Укутан в бинты. В изголовье у кресла каталки травматолог и бледная ты. К гематомам приложена вата с чем-то мерзким, но чистым спирту. Это я, это я виновата, повторяю в горячем бреду. Как мне хочется вытереть слезы, что с лица дорогого бегут. Но свою монолитную позу я, увы, поменять не могу. Виновата, конечно, немного. Понимаю, что ты не со зла прокричала вчера от порога. Поглядив, что я нам принесла. И, накинув прозрачный халатик, в нем скорее раздет, чем одет, побежала к двуспальной кровати и уселась листать раритет. Неохотно снимая ботинки, словно что-то почуя не смел, подошел поглядеть на картинки. Буквы я прочитать не успел. Травматолог, прищурившись, мудро произнес, слава богу, живой. В ваши годы, мой друг Камасутра, и ушел, покачав головой. У меня на космодроме есть замечательный друг Федор Кважнин, известный как Федор Червивый. Он, к сожалению, не смог приехать. Замечательный поэт и мой очень хороший друг. Когда недавно случилось событие с Челябинским метеоритом, первый в Ташкенте узнал об этом я. Потому что он мне позвонил, вернее не позвонил, в мейл.ру агенте он мне сообщил об этом через буквально 10 секунд. Он шел из больницы, что-то у него там со здоровьем не ладно было. И всю эту картину видел. Я как подлый друг сочинил стихотворение, которое называется... Ну, оно называется вообще «Мужик и метеорит», но изначально как бы оно называлось «Диагноз». Хрустит задорно корка наста сквозь сон морозной полутьмы. Такое здесь бывает часто, в разгар особенно зимы. До горизонта белым ситцам лежат глубокие снега. Мужик шагает из больницы, но не тверда его нога. Идет с сомнением озабочен, сагбент от пояса к плечу. Да и рука тверда не очень, про остальное я молчу. Роятся горестные думы в его лысеющей главе. Их целых две, они угрюмы. Извинены, к слову, тоже две. Густой треуг, надвинув на нос и рассекая полутьму, Он вспомнит силится диагноз, что фельдшер выставил ему. Прямой потомок парацельса, забытый богом айболит, Литровой клизмой, с криком целься на раз, лечил радикулит. Вот и вечер, прощупав печень, взглянув в полглаза на струю, Прорезюмировал, излечен. Но от чего идти твою? Забыть название не туго, пустой, безмозглый свиристель. А может, стать и супруга не пустит в брачную постель. Вдруг светом небо озарило. Раздался гром, нахлынул жар. Куском священного Ирила пронесся вдаль огромный шар. От мимолетного видения заныл пупок и спёргла зоб. А следом крестное знамение, падение задницы и суроп. Рука приёмника отыскала, а в нём Кириллов говорит, «Не ссыте, граждане Урала, на вас упал метеорит». Его слова до шойгу в уши, да как же тут не обосса, Но дальше мой мужик не слушал. Мелькнула весополоса, порог избы, милее краша, Мещанский брат с набором призм. Ура, ура, я вспомнил, Маша, метеоризм. Метеоризм. Недавно у нас был праздник, вот первое число, День защиты детей. Проискотворение было написано до этого праздника, оно посвящено этому днём, называется. Я вообще не знаю, от кого детей защищать можно. Но называется «Вся правда о летних каникулах». Писано с натуры, вот как уважаемый Анатолий Белкин сказал, Я как вот этот окин, я тоже окинствую помаленьку. Часики пропикали, полночь на дворе, Летние каникулы, радость в детворе. Можно прыгать зайчиком, жеребёнком ржа, Можно стукать мячиком в стену гаража, Под гитару маяться, пошалить костром, Рыжий кошки к заднице привязать ведро, Засветить охренанным камешком в окно, Погудеть сиренами мерсов и рено. Время беззаботное ночью у ребят, Я до днём работаю, а детишки спят. Сам чураюсь в грубости, это не моё, Но вчера по глупости вспомнил про ружьё. Не уснёшь до полночи, знать не повезло. Дети — это сволочи, лето — это зло. Время не очень много, Мне очень хочется много почитать, ну ладно. В общем, следующий секретарь тоже хулиганский, Именно называется «Вся правда об открытии Колумбом Америки». Длинное название тогда. В суровом 15 веке вдали агентских широт В невежестве жили ацтеки и прочий туземный народ. В земном воплощении рая любили, сожрали маис, Пока ещё толком не знаю, что им уготован сюрприз. Танцуя сапральные танцы, представить себе не могли, Что где-то в Европе испанцы садятся в свои корабли. Хуана с супругой Растрогов несметным обилием благ Ведёт их дерьмовый географ, хотя и отважный моряк. По жизни, не будучи трусом, ценяя исключительно труд, Он нёс просвещение индусам, но малость попутал маршрут. Фрегат, направляемый в Дели, доставил к индейцам его. Сказать, что они охренели, считай, не сказать ничего. Толпа прибежала на площадь, одетов револьно сравно. Ей тут же представили лошадь, вождям предложили вино. Не ведая счастья доселе, индейцы валились с копыт. Хмельное заморское зелье наполнило смыслом их быт. И пусть перепутаны косы, а утром дрожала рука, С похмелья испанским матросам припёрли мешок табака. На стол окручена лихая, планету взорвал динамит. Одна половина пухает, другая нещадно дымит. И в свете текущих событий понятен великий секрет, Что польза от разных открытий один исключительно вред. В оперном театре при пожаре всплыл наизабавнейший момент. Лучше всех горели страдивари. Вот что значит классный инструмент. Рекламное такое, может быть оплатят даже. Немой вопрос. Откуда столько сил её глаза в тени ночного шёлка? Мне, простому, за месяц погасил процентов пять супружеского долга. Печать божественного знака на человеческой судьбе. Один спивается в Монако, другой жирует в Душанбе. Это совсем хулиганское, вы меня простите, Все же мы культурные люди, в конце концов. У стен московского Кремля стою один, В карманах руки шепчу завистливое. Бля! И погодя немного, суки. Это совсем идиотское стихотворение. Чем-то с Лексусом внешностью схожий, Я гораздо дороже, чем он. Потому что весь кузов и схожий, А у Лексуса только салон. Это мы в соавторстве с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым дописали. Он антифриз хлюбнул по дуре, Бутыль попутав с пербачом. Под ним струя светлей лазури. Зато Мороза ни почём. Попугай, истерзанный наукой, Выставленный гостью на показ, Обозвал прилюдно тёщу с сукой. Как же он запомнил с двух-то раз. Это стихотворение следующее, Отпосвящается всем моим друзьям. Он такой, да, он старый, Давно уже опубликовал. Раз советское кануло в лету, Может, стоит подправить изъян И расстать современным поэтам по усадьбе И сотни крестьян. Пустяковые, в общем, убытки Для великой культурной страны За надрыв, за душевные пытки, Что поэту как в воздух нужны. Понаставить в имениях кружки, Дескать, няня, а ну-ка, неси. Не напишешь путём его в двушке, Пусть она даже в сердце Руси. Эмигранты из Узбекистана, Если тоже нормальный поэт, Подошли бы, допустим, тарханы, Всё равно ведь хозяина нет. Вместо, чтобы настраивать лиру, Сидя где-нибудь в зимнем саду, Подметают поэты квартиры И готовят на блитах еду. Но не должен быть егей голодным, А напротив, ухожен и сыт. Обеспечьте поэта народом, Чтоб народ обеспечивал быт. Аритмея сердечной морзянки В попыхах, на лету, на бегу, Поощрите поэта крестьянкой Поваляться по-парски в стогу. На душе тараканы и мухи И загублен талант на корню. Перемьон, заменив барматухой, Соответственно, пишешь херню. Мы ей, богу, излишеств не просим, Подарите хотя бы дома. Сей же час станет болзинской осень Или там, я не знаю, зима. У меня осталось только два. Вот я король за эти два, и все, и убегаю. Хорошо? Это когда? Мы сегодня с вами на разогреве После Наскинг Флойд. Понаехал называется, Исторической родине посвящается. Родная речь, Это я приехал недавно, И вот сочиняю такую. Родная речь так долгожданна, Внимаю сердцем трепеща, Ну здравствуй, родина Билана, Энцефалитного клеща, Полокучих ив, Грибов веселых, Кукушек, водки, Жигулей, Многоголосье песен, В селах неврожайности полей, Распев церковного набата, Под наставление попа, Толпа аршавинских фанатов, Хотя какая там толпа, Как знак неспосланного фарта, Душой кристальнее стекла, Ты не легла под Бонапарта, И под фашиста не легла, Томимой жажды всепрощения, И подсознательно любя, Я проникаюсь ощущением Проникновения в тебя, И ты, презрев своей гордыни, С китайцев в лоно приняла, Но по ночам мне снятся дыни, Аллайский рынок и ялла. Последнее стихотворение Меня Владимир попросил, Потому что меня что-то тут замутило В мой адрес, не знаю чего, Называется «Звездный райдер», Мне самому, сам себе придумал. Прошу толпу унять аплодисменты, И слез не лить, манишки теребя, Столь высока ответственность момента, Когда я являю публике себя. Изоб стиха и Цезарь Каламбура В одном лице плебей, И господин, не без греха простецкая натура, И я у вас такой всего один. Расправлю хвост в экстазе позитива, Плюю в глаза завистникам врагам, Мой райдер прост, шашлык, четыре пива, И алый бархат, брошенный к ногам. Спасибо. Сергей Сераутов, не уходи. На райдер «Звездный» налагаю вето, И зубом Цезарем стиха и позитива, Шашлык и бархат нет, не для поэта, Но, как и обещал, пожалте, пиво. Сергей Сераутов.